а это вы на тему чего здесь собрались если не секрет тема здесь то что у нас выщелачивание то есть добыча золота путем цианирования то есть вредные ядовитые вещество мы протестуем чтобы этим методом выщелачивали золото ну вы в курсе про вот это вот предприятие которое собираются строить вот рядом с городом я член этой комиссии который мы сейчас весь город в ужасе конечно от этого а есть вероятность того что инициативная группа действительно хочет внятных объяснений или просто нет и все нет я думаю что мы сегодня именно к этому пришли что донести по-настоящему полностью позицию и за есть вопросы задавайте любые вопросы рекомендована артельные дать полное пояснение об этом думаю здесь будет все конкретно когда проводилось самом начале 2011 году делалось заключение санэпидем станции так скажем так вот тот эксперт который делал это заключение так и написано без выезда на место а у этого эксперта было только на руках гидрологическое исследование гидрогеологическое исследование так которым было написано что необходимо для дальнейшего решения вопроса провести скорпулезная гидрогеологическое обследование данной местности и это является самым основным условием и этого не было произведено и понятно а еще в том же самом санэпидемиологическом заключении исходные данные были неправильно то есть там были исходные данные что руды всего 500 тонн выработки хотя ее 500 тысяч тонн выработки и конечно тот эксперт делал посмотрю 500 тонн вообще что ерунда там закопали еще и никакого воздействия на окружающую среду понимаете мы уже подъезжаем да где-то ну да так это получается вообще в нескольких метрах от бытник что если вы глянуть где мы стоим мы стоим на на том территории где будет размещаться завод если отсюда глянуть вот моя деревня есть у них санитарная зона должна быть километр а это уже затевает деревню дома затевает скажите пожалуйста вот опасения местных жителей что будут использоваться какие-то токсичные вещества в переработке насколько обоснованы девушки токсичные вещества в наше время тем более ядовитые вещества в химических производствах используются везде а сколько тяжелых металлов будет вам присутствовать потому что сейчас уже сильно будет дораживать девочки не надо это ничего дораживать здесь сплошная муть идет до 19 марта до этого слушания все ученые которым они нам предлагали все говорили что тяжелых металлов и их солей там нет и только наконец-то они признали что 19 марта все таки признали что есть там и тяжелые металлы и соли но это ничего страшного там будет вот так вот пленочка сделана и там прямо в ванне они там будут да они там будут играть и радоваться да и радовать жизни всех окружающих если значит экологические экспертизы скажут что это опасно для людей значит этот проект реализован не будет а если скажут нет но люди будут по-прежнему протестовать вы это исключаете здесь полемика во время митинга 8 февраля и после митинга в течение недели мы собрали 2773 подписи под заявлением президента до президента митинги будем проводить первый митинг 30 марта здесь значит сейчас будем уже заявлять на начало апреля снова митинг в екатерибурге но уже не экологически а будем требовать разборок политические губернатор не принимает никаких мер значит будем по защите народа народ под ними и будем протестовать законными методами